Привет, друзья, с вами я, Тринан. Сегодня будет видео про другой сектор, где можно заработать. Это не криптовалюта, но с другой стороны, это сектор, в котором происходят инновации, которые сопоставимы с масштабом появления интернета. Это сектор искусственного интеллекта. Я в прошлом видео сказал, что в своем портфолио начинаю добавлять проекты в этом направлении, которые решают конкретные, специфичные нужды в рынке, улучшают качество сервиса или быстрота создания чего-то, например, создание видеокурсов, где не надо ничего монтажировать, снимать. Все это выбираешь темплейт, шаблон, выбираешь персонажа, текст даешь, все аккуратно читает, двигается лицо, как человек. И цена в десятки раз ниже, чем если бы ты нанял актера, место студии, свет, камера, все, чтобы все это заснять. То есть, например, в этом направлении использование искусственного интеллекта, сервисы такие, это 100% имеет огромный потенциал в рынке. Другой же сектор коммуникации, сервиса, суппорта. Коротко, я собираю проекты. И было интересно то, что вчера вечером, только понял, я собираю проекты касательно ИИ, но Microsoft стоит в основе применения искусственного интеллекта и 10 миллиардов инвестиций, внедрения ChartGP на базе OpenAI, свой Bing. Я же скачал приложение Bing на iOS. Скачал приложение и сейчас являюсь одним из самых активных пользователей Bing. Из-за того, что там есть версия ChartGP, которая подключена к интернету. То есть, если ты используешь ChartGP напрямую, это очень лимитированная модель. То, что поставлено в Bing, тоже лимитировано, но оно подключено к интернету. И работать с Bing, и вправду работать, тебе интересует вот это. Какие данные есть на этот проект. Много где я начал использовать Bing, скажу так. Но в этом процессе только вчера ночью понял, почему я вообще не покупаю в Акции Microsoft. Ведь если я ищу проекты в секторе ИИ, чтобы поставить в портфолио, так вот почему не посмотреть на Акции Microsoft и на долгосрок, и на коротко срок. С учетом двух вещей. Первое. За последние большие события, которые происходили, как повлияли на цену Акции Microsoft. Второе. Большие события, которые планируются на март. Точнее, на следующей неделе будет представлено обновление ChartGP 4, которое будет мультимодельный. Другими словами, оно кроме текста может работать еще и с картинками, с аудио, видео. Плюс лучше писать программный код. И все это Microsoft внедает не только свой поисковик Bing, у которого уже плюс 100 миллионов пользователей активных заучек. Короткое время выросло. Microsoft внедает и везде Windows. Во все программные решения. И представить, каким будет работа с Windows, с Microsoft Office, с разными проектами от Microsoft. С помощью внеденного чата GTP. Начиная с создания таблиц в Excel, создания в PowerPoint презентации, Visual Basic для написания кода, с таким помощником, как ChatGP, пользователь Windows становится просто... У него тысяча рук. Умных рук. Так что внедение искусственного интеллекта ChatGP в Bing, далее Windows, далее во все программные решения, и со стороны Microsoft, и со стороны любого, кто пишет приложение для Windows. Оно может подключиться к лицензионной версии для разработчиков от Microsoft. Это огромный рынок. Новый рынок для всего. Неважно, ты пользуешься Visual Basic, ты пользуешься Adobe. Дело очень в коротком времени, когда они будут поддерживать помощника, скажем, монтажера, ChatGP. И для Photoshop то же самое. Помощник, который средактирует фото, как ты хочешь. То есть все программы, они будут работать с ChatGP. И вот это может быть уже платная функция. С ChatGP ты становишься человеком, которому нужно только представить, что он хочет. И вот эта эволюция, это место, где реальные инновации происходят. Вот это место. Криптовалюта и все, что оно предлагает, об этом много мы говорили. Лично я об этом много говорил, у меня есть портфель. Это тоже супер просто, там вещи меняются. Но пропустите в это время то, что происходит. Кардинально меняет работа человека с компьютером, работа человека с любой программой. Вот что меняется на другом стороне. И одна корпорация, которая стоит за самым большим куском внедения, вот этого шага, он будет сделать этот шаг, не включать его в портфель, это непозволительно. Далее будет и Google, и еще другой. Но на данный момент понимание рынка Microsoft Windows и использование ChatTTP 4 с доступом интернета и внедение, постепенное внедение Bing, Windows, программное обеспечение. Сделалось так, чтобы пользователь был композитором. Он говорит, что он хочет. Все остальное может сделать помощник. Вот что происходит. И я этого не хочу упустить. Так, Microsoft идет в портфель обязательно. Но я в Телеграме написал, что на короткий срок можно заработать. Так, на следующей неделе будет еще день не ясно. Будет представлено ChatTTP 4.0. Также Microsoft иступит, как они все это внедряют в Bing и Windows. И сейчас, зная все это, смотрим на график акций Microsoft. На графике мы последовательно посмотрим на следующие вещи. Первое – это долгое падение. И несколько месяцев в конце этого падения формулируется дивергенция между ценой и индикатором RSI. И это называется Bullish Divergence. Бича дивергенция, когда цена падает все ниже и ниже. Но индикатор показывает, что потенциал на эту цену все больше и больше. То же самое и Money Flow индикатор должен показывать. Далее мы видим, что после дивергенции цена разворачивается. И каждый раз, когда Microsoft заявляет что-то касательно ChatGDP, цена поднимается все выше и выше. Долгое время на RSI мы были на отрицательной стороне, ниже 50. И последние три события подняли RSI уже в позитивную сторону. Выше на ценовом графике мы можем четко видеть падение раз, два, три, четыре, пять. Полностью закончено. Плюс во время этого падения два раза график оставил Equal High, как будет на русском. Места, где есть две ровные вершины – это места, где очень много ликвидности собирается. И цена всегда притягивается к таким 2 Equal High – ровным вершинам. Так же мы видим, что эти ровные вершины, где есть много ликвидности, они хорошо совпадают с уровнями Fibonacci для коррекции. В данном случае коррекции вверх. Или же уже коррекция была, закончилась, и Microsoft будет идти вверх-вверх. Но меня интересует вот этот интервал в следующей неделе – 20 до 26. На данный момент купить акции Microsoft – это схема BuyRumor, SellNews. Почему я думаю, это выгодно, и я буду покупать акции Microsoft? Потому что то, что внедение в Bing чат DTP увеличивало активный пользователь 100 миллионов, один из них я, а то, что будет давать чат DTP 4.0, на это никто не может подумать, что это будет что-то плохое для Microsoft. На следующей неделе следует это будет плачевно для Microsoft. Такое не будет. Поэтому здесь касательно технологий, ожиданий от этих технологий презентации только позитивные. Так что да, это будет BuyRumor, SellNews на кардкасрок на Microsoft. Из-за презентации, которая будет на следующей неделе. А после презентации, какая часть останется в портфеле на долгосрок, об этом уже потом. На данный момент это будет покупка ради презентации. Я поговорил про все хорошие части, про технологию, как она будет помогать, насколько это эффективно, на графике что мы видим. Я на графике еще поставил мои покупки, то есть уровни 25, 25 и 50 процентов, где я буду покупать. Посмотрим на плохие стороны, что может произойти плохого. Ну, первое, это если презентация будет переведена еще на неделю или две недели. Мало шансов, но это возможно. Второе, это если Google представит что-то суперское до презентации Microsoft. Третье, если что-то будет опять же с банками. Что маловероятно тоже, так и Google маловероятно. Так и с банками маловероятно, что что-то плохое будет. Потому что последнее выступление Байдена и помощь от Федеральной резервной системы, эти слова и это настроение на неделю точно отработает себя в позитивном направлении. Да, и последнее это Earning Microsoft, который начинается, репорты начинаются с 27-го. То есть, next week заканчивается 26-го, а уже 27-го первый репорт Earning. Так что негативных факторов, которые могут повлиять на то, что трейд будет закрыт в минус, маловероятно. Всегда есть в любом трейде, в любой инвестиции, что оно пойдет абсолютно в другом направлении. И что-то будет. В 2022 году у всех, даже то, что никак не могли представить. Помните, нефть ушла в минус вообще. То есть, всегда в любом трейде есть риск, что все пойдет не так, как планировалось. Так что, будьте открыты, соблюдайте. Самое правильное, соблюдайте риск менеджмент. Это не пустые слова. Итак, все сказал. Последнее. Где купить токенизированную акцию Microsoft? Потому что у меня позиции в крипте, я не хочу их закрывать, чтобы эти деньги отправить на карту. И с карты на биржу, например, я долгое время работаю с Libertex, но они только пятные деньги берут. Так что вопрос был, где купить токенизированную версию Microsoft? И я обратился к Google. Google отправил меня в Coinbase. Coinbase отправил в меня CoinMarketCap. А CoinMarketCap в никуда. Поэтому я вернулся под Google и увидел CurrencyCom. У меня есть аккаунт в CurrencyCom, периодически с ними работал, но никогда ни разу не был доволен. Особенно с выводом СЕЦ. На этот раз тоже, поскольку других вариантов не нашел, отправлю и буду покупать с помощью SDT на CurrencyCom. Если кто-то знает более хорошую платформу, буду благодарен, если поставите в комментариях. Все. Если было интересно, подписывайтесь на канал и на телеграм-канал открытый. А если очень было интересно, можете посмотреть, как присоединиться к моему портфолио в описании. Спасибо. Увидимся.